Вести Ульяновск в прямом эфире телеканала России. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. Восьмерку восстановят в этом году. Важная информация с первых рук в нашем выпуске. Готовятся поздравлять в Ульяновске педагогам к профессиональному празднику. Почет и поддержка из бюджета. Отвечать за тех, кого приручили. Сегодня Всемирный день защиты животных. Дорожное полотно на грузовой восьмерке восстановят до конца осени. Об этом доложили главе региона, руководители Ульяновска. С Волжского косогора, где восстановительные работы входят в финальную стадию, репортаж Антона Никитина. 5 апреля этого года произошел оползень, который привел к разрушению грузовой восьмерки. С тех пор здесь работали множество экспертов, которые оценили масштаб ЧП. Сейчас здесь ведутся работы по укреплению и восстановлению дороги. Главную задачу отвезти грунтовые воды от склона начали решать в первую очередь. Сегодня уже смонтирована разветвленная дренажная сеть. Недавние затяжные дожди показали. Система работает и не дает влаге скапливаться в почве. Именно излишнее насыщение водой и привело к сходу грунта. Кроме того, склон укрепили специальные удерживающие конструкции из металла и бетона. Она удерживает стенку, вот это полотно, чтобы косогор не полз. Вот видите, два ряда забитые стойки, между ними шпалы. Это уже удерживает служение, плюс между ними связи. А внутри проложен дренаж, закрыт гранитным щетнем 50 сантиметров, и ПГС. Все это вода, вода. Она будет уходить сразу вниз, вот в этот дренаж. И потом в дренажную систему железной дороги. То есть исключит намокание грунта. А восстановление грузовой «восьмерки» с первого дня находится на контроле губернатора. По поручению главы региона работы идут практически круглосуточно. Сегодня Сергей Морозов оценил ремонт. С асфальтированием приступим когда? Значит, к работе по дорожному полотному поступаем в среду. Дальше сначала отсыпается еще 50 сантиметров щебня. После чего асфальтировать. То есть, отречивающие, где-то число 20-го планируем закончить. Там еще будет вестись параллельно работать. По устройству борта и освещения. Поэтому мы берем сообщество до 1 ноября. Несмотря на народное название, по грузовой, как и раньше, пускать намерены только легковой и общественный транспорт. Большегрузы от речного порта будут двигаться по подъему в районе улицы Локомотивной. Другие грузовики смогут пересечь Волгу лишь по президентскому мосту. Антон Никитин, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Впервые в Ульяновске по новым международным стандартам покрасили грузовой «Боинг-747». Авиалайнер принадлежит российской компании, но обновлять колер заказчик мог и в Китае. Ульяновцы сумели обойти конкурентов, доказав, что спектр «Авиа» не хуже иностранцев. Красавец занимает весь ангар. «Боинг» покрашен в серо-голубые тона, переливается металликом с перламутром. На солнце, благодаря уникальной краске, от самолета будет не оторвать глаз. «Технология использована здесь самая современная. Покрашен самолет красками «Арэбэйс». Это так называемая, если у нас в России говорят, майка с эффектом металлика, перламутра. И, соответственно, покрыта защищенным слоем лака, который защищает от ультрафиолета». Покраска самолета велась две с половиной недели. Работу доверили 30 опытным сотрудникам предприятия. Данный заказ очень сложный технологически и возможность перекраски исключена. Поэтому сначала мастера тренировались на макетах, а затем уже приступили к самому объекту. «У нас есть специальные установки, так называемые, под эту майку, ну, мику. Вот, он там более низкое давление идет на барабане. И за счет этого пульта, он как его разбрасывает, там стоят еще пропеллеры. И майка, потому что она идет как, там стружка находится у нее, и она, это перемат, там 2000 оборотов стоит, и происходит равномерное покрытие. Ложат вот эти блески. За счет них получается этот эффект». Самое сложное, по признанию мастера, нанесение рисунка на хвост самолета. Полоски должны быть идеальными, а масштаб их немалый. Но маляры успешно справились с задачей, и теперь опыт будет передан молодежи, которая наблюдала за процессом покраски лайнера. Стоит отметить также, что этот заказ дал мотивацию предприятию для выполнения и других эксклюзивных задач международного уровня. Например, были закуплены весы для самолетов и приборы регулирования центровки и балансировки рулевых поверхностей лайнера. Этого требуют стандарты Европейского агентства авиабезопасности, а оборудования такого в России практически ни у кого нет. Данный бонус повышает рейтинг не только спектр авиа, но и всего авиакластера, резидентом которого является фирма. Предприятие за этот год увеличило, можно сказать, в три раза свой производственный потенциал. Если в прошлом году выпуск продукции был где-то порядка 150 миллионов, то в этом году они хотят выйти на уровень 450 миллионов рублей. В целом в Ульяновском авиакластере сейчас более 70 предприятий. Правительство области проводит интенсивную работу как по продвижению продукции резидентов на российские и зарубежные рынки, так и по привлечению новых партнеров в этот союз. Что касается планов самого аспекта авиа, то у предприятия сейчас много заказов, в том числе и от Министерства обороны. Из сенсационных работ раскраска самолета под «Тигра». Скоро общественность сможет увидеть и этот уникальный заказ. Сергей Пузиков, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Дороги разбиты так, что по ним отказываются ездить водители местного общественного транспорта. Люди вынуждены добираться пешком. Шоферы, в свою очередь, жалуются, что попросту калечат свою машину на таких дорогах. Речь идет об Ишеевских автомагистралях Ульяновского района. С подробностями наш корреспондент. Жители поселка Ишеевка Ульяновского района рассказывают, что вечером после работы не могут добраться до дома. Не ходит общественный транспорт. Хотя маршруты есть – 90-й и 99-й. Они ходят по улицам Ленина и Гимова, которые входят в маршруты школьного и пассажирского транспорта. Ругаемся с маршрутчиками. Как только доезжаем до центра, и они нас высаживают. Они не едут прямо. Хотели даже увезти по короче дороге, где дорога лучше, а прямо не едут, высаживают. Людей они собирают по этой дороге, а обратно вечером не разводят уже. У водителей маршруток своя правда. Мол, дороги разбиты настолько, что кормилица машины ломается на раз-два. Она не то, что ломается, она шипится. Рессоры не выдерживают. Ходовая вообще. Ну, нет дорог, там яма, там танк нужен, чтобы проехать. Лучше, мне кажется, вот, например, Ленину взять или Гимова, мне кажется, там вообще лучше бы асфальт снять и грунт оставить. Так вот, на первый, на второй едешь, машина вся скрипит, ломается. Ну, куда деваться? Людей надо возить. А люди жалуются, говорят, что вы их высаживаете. Ну, видимо, у кого-то уже нервная система до того, и сама-то этих дорог не выдерживает. Наверное, кто-то и высаживает. На качество дорог, а точнее его отсутствие, жалуются и обычные автомобилисты. Везде кочки, ямы, дороги плохие. Ну, машины, кстати, не убивали на них? Убивали. Вот как убивали, что было? Об кочку, колесо прокалывали, боковой порез. Планово в этом году в Ишиевке уже отремонтировали несколько дорог. Всего 5 тысяч квадратных метров. Улицы Гимова и Ленина в этот список не вошли. Теперь их будут ремонтировать дополнительно, уверяют представители районной администрации. Это дополнительно к тем работам, которые уже выполнены на территории РП Ишиевка. Значит, администрация муниципального образования обращалась в адрес правительства Ульяновской области, в связи с чем, значит, дополнительные субсидии были выделены на обеспечение выполнения ремонтных работ. Все подготовительные мероприятия на данный момент завершены по выполнению указанных работ. В ближайшие дни подрядчик приступает к выполнению ремонтных работ. Если верить районным чиновникам, дорожная коллизия в Ишиевке должна скоро завершиться. А жители поселка вполне могут проследить за выполнением этого обещания. Васа Рассадина, Элла Шахова, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Будущий национальный парк «Синглеевские горы» примет раненых представителей фауны. Здесь планируют разместить дополнительные вольеры для реабилитации диких животных. Как сегодня в Ульяновске оказывают ветеринарную помощь и какие проблемы региональная власть обсудила с зоозащитниками во Всемирный день защиты животных в нашем сюжете. На приеме животные исключительно дворянской породы, ласкового яшу, как и еще троих усатых пациентов, забрали с городской обочины. После кастрации котам подберут добрые руки. Операцию делают бесплатно в День защиты животных. Здесь еще и консультации по содержанию питомцев дают. Чаще всего обращаются по вопросам питания, по вопросам вакцинации. Мы, скорее всего, даже привлекаем внимание просто к ответственному отношению к животным, чтобы граждане просвещались. То есть мы, наоборот, их приглашаем, чтобы они приходили, интересовались, как лечить, как профилактировать заболевание. То есть самое лучшее лечение – это профилактика. И в рамках этой акции мы в том числе и рассказываем, как профилактировать заболевание. А вот проблемы защиты диких животных рассматривают уже региональные власти. Вольеры для раненых представителей фауны сейчас отстраивают в поселке Ясашная-Ташла. Создавали его на добровольных началах. Однако на частном подворье Симбирскому центру спасения диких животных уже тесно. Нам нужно все же иметь полноценный центр, который бы позволял нам не только защищать животных, птиц, но и заниматься большой просветительской работой. Экологи и общественники предлагают дополнительные вольеры для реабилитации разместить на площадке национального парка в Сингелейском районе. Бюджет федеральный, а потому и ухаживать за животными смогут дополнительные специалисты. Уже есть определенные наработки по взаимодействию с Агентством по развитию туризма, включение объектов центра в туристические маршруты для того, чтобы постоянный приток посетителей был. И, соответственно, появилась какая-то возможность зарабатывать при посещении такого-то мини-зоопарка. Регион готов оказать финансовую поддержку, однако для этого нужно составить смету и детальный проект. Кристина Агафонова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. 5 октября по традиции в России отмечают День учителя. Во всех 80 школах Ульяновска в этот день пройдут различные мероприятия, уроки, которые проведут старшеклассники для учеников начальной школы, праздничные концерты и многое другое. О мерах поддержки педагогов, опытных и начинающих, и о подготовке к празднику наш следующий материал. У многих учеников 21-й школы, что в северной части Ульяновска, особая тяга к изучению английского. Во-первых, в этом заслуга педагога Любови Савельевой, которая за 10 лет работы в педагогике успела стать лауреатом нескольких престижных конкурсов. Во-вторых, Любовь Александровна, помимо самих уроков, ведет еще и занятия в клубе интернациональной дружбы, благодаря чему ульяновские школьники могут общаться со сверстниками по всему миру. Вот 6 лет назад по инициативе губернатора в нашей области стали они возрождаться, и в нашей школе он тоже был возрожден. И на данный момент мы с детьми общаемся с ребятами из 47 стран. Они на очень высоком уровне представляют свою страну. Они имеют возможность посредством английского языка донести до мира ценности нашей культуры, вести пропаганду русского языка за рубежом. Нынешние поколения детей, они в чем-то похожи, а в чем-то и отличаются от тех, кто учился 10 или 20 лет назад. Отличаются в первую очередь активностью и знаниями в сфере высоких технологий. Иной раз сами могут выступить учителями, шутят педагоги. Современные дети, они много знают. Они действительно много знают. Многие сетуют, что они мало читают, неправда. Раньше классные часы проходили, если на территории школы и класса, то сейчас современным детям это неинтересно. Современный ребенок, он выведет обязательно и класс, и классного руководителя за пределы школы. Если еще недавно в Ульяновске наблюдался дефицит молодых специалистов, то в последние годы, по данным городского управления образования, ситуацию удалось несколько выправить. В том числе благодаря реализации программ соцподдержки. Это и различные стимулирующие выплаты, и программа губернаторская ипотека, и другие меры поддержки. В этом году у нас на 14 классов первых было больше. И представляете, во все 14 классов к нам пришли молодые педагоги по окончании педагогического университета. Конечно, мы ждем, потому что дети любят работать с молодыми педагогами, им интересно. Они приносят что-то новое, живое, неизведанное для детей и для школы тоже. Помимо мер поддержки педагогов из городского бюджета на подготовку к новому учебному году было выделено более 43 миллионов рублей, которые пошли на замену оконных блоков, ремонт кровли, реализацию программы «Доступная среда» и другие работы. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Весть Ульяновск. Информация синоптиков завершит наш выпуск. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов, в Ульяновске 6,8. Завтра днем по области от 15 до 20 градусов тепла, в Ульяновске 17,19.